Всем привет дорогие друзья! Ну что, ветеран Сергей Ковалев аккурат в преддверии своего 39-летия или может быть даже сказать после уже 39-летия проведет свой следующий поединок против китайца Мэн Фан Луна. В этом видео мы делаем прогноз на этот бой. Вы смотрите ProBox с Вадимом Гринихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Изначально эти двое должны были подраться 12 марта, но что-то видимо не срослось и поединок перенесся на начало апреля. И поэтому в начале ролика я как раз и сказал, что бой состоится либо в преддверии того, как Сергею исполнится 39 лет, либо уже после. Бой пройдет в договорном весе 85,8 килограммов на взвешивании и при этом будет установлен лимит веса в день боя. Максимум, сколько боксеры должны будут показать, это 88,8 килограммов. Что говорит о том, что в принципе Сергей не намерен продолжать дальнейшие свои выступления в полутяжелом весе, а намерен как раз пробовать свои силы в крузерах. Что мы имеем на руках? Да, у нас не проигрывавший ранее китаец Мэн Фан Лун. Я буду дальше говорить просто Фан Лун, потому что Фан Лун это его имя, Мэн это фамилия. 17 боев провел на профессиональном ринге, в том числе все выиграл, да, 10 побед у него нокаутом, 0 поражений. В послужном списке я бы отметил уже хорошо нам известного Адама Дайнесса с русскими корнями, немца, да, и Фрэнка Буглиони. Тоже у него был длительный простой, как у Сергея. Последний раз он выступал в октябре 2019 года, два года не боксировал и совсем недавно провел поединок против Исраэля, как же там фамилия его? А, Дуфуса, вот точно. Никому неизвестного боксера, но в принципе втянулся таким вот образом. Бокс мы его с вами в принципе уже подробно разбирали, когда делали прогноз на его поединок с Артуром Бетербиевым. Посмотреть его можно будет освежить здесь. Я же лично от себя еще раз хочу добавить, что это в принципе боксер очень высокий, работает на дистанции. У него довольно-таки неплохая левая рука, он очень здорово ею встречает. Много работает передней рукой, такой терпеливый, ждущий. Неплохо у него с выносливостью, но при этом я бы сказал, что он не бьющий. Не смотрите на его послужной список, да, из 17 боев 10 нокаутом. В принципе он ни с кем серьезным не встречался на ринге, поэтому можно сказать, что в принципе он не сильно бьющий. И вообще это как бы особенность такая китайских боксеров, они по большей части не бьющие. Проверено на себе. Держит руки высоко у головы, не обостряет, разыгрывает до верного. Да, боксирует, можно сказать, по принципу лучше один раз донести свой удар и пропустить 0, чем донести 99, да, и пропустить 100. Открыт под удары снизу. Я думаю, что Сергею здесь в принципе будет где разгуляться. Ну и давайте теперь пару слов поговорим о Сергее. Сергей также свой поединок последний провел в 2019 году, правда в ноябре. Вы все знаете, как закончился этот бой. Да, Сергей проиграл, к сожалению, нокаутом Саулю Канело Альваресу. И с тех пор у него был простой, уже получается, больше чем 2,5 года. Сергей у нас точно так же работает на дистанции, при этом технический багаж у него, конечно же, ну более богатый, да, чем у китайского боксера. А если смотреть на оппозицию, то в принципе, ну я не знаю, если взять хотя бы даже Андре Уорда, да, который, ну, наверное, считается таким вот самым топовым соперником Сергея, то в принципе, мне кажется, Андре мог бы за весь вечер перебить всю оппозицию Мэн Фан Луна. Вот почему-то у меня такое ощущение. При этом за свою богатую карьеру Сергей трижды боксировал с левшами. Это Блейк Капарелло, Седрик Агнио и Игорь Михалкин. В то же время, да, у Мэн Фан Луна соперников уровня Ковалева в принципе не было никогда. Ну и не будем забывать, что в любительской карьере, да, извечным таким антагонистом Сергея был Матвей Коробов, когда Сергей выступал в среднем весе. Поэтому, ну а Матвей Коробов, кто не знал, двукратный чемпион мира. Поэтому, в принципе, мне кажется, у Сергея опыта работы с левшами хоть отбавляй. Ну и если даже вы посмотрите на спарринги, которые Сергей выкладывает у себя на странице в Инстаграме, то там в принципе никаких проблем с левшой он не испытывает. Ну и теперь переходим плавно к прогнозу на этот бой. Ну и прежде чем делать прогноз на этот поединок, давайте для начала поговорим о стратегии боксеров. Вот если исходить чисто из ТТХ и характеров, я прям вот заострю на этом внимание боксеров, да, то мне кажется довольно очевидно, что в этом бою Сергей пойдет вперед, потому что он все-таки пониже ростом, да, у него конечности менее длинные. Мэн Фан Лун будет работать назад, будет Сергея встречать и будет стараться всячески его своей левой рукой потрясти. И здесь у нас на передний план выходит такой фактор, да, как возраст Сергея и вот за сколько он за свою богатую карьеру поизносился. И восстановился ли он за эти два с половиной года от того чудовищного нокаута, в котором он оказался. Как у него с держалкой, будет ли он готов эти удары держать, да, на протяжении всего хода боя. И не будем забывать, что в принципе Сергей обладает чудовищным ударом справа, основным оружием против левши. И этот удар справа станет для Фан Луна прямо-таки настоящей проверкой на вшивость. И что-то мне подсказывает, что очень велика у него вероятность оказаться в первых раундах на полу. Ну и мы подходим с вами к шансам обоих боксеров, да. Если вот с Фан Луном в принципе все понятно, да, 34 года боксеру, то он в принципе либо находится на самом пике своей карьеры, да, на самом пике своих физических возможностей. Либо уже вот плавно у него начался такой вот спад. Потому что у Сергея именно вот в этот период начался спад, да, после 34 лет. И с другой стороны у нас возрастной Ковалев, да, которому вот будет на момент боя уже получается, ну, 39 лет. И здесь его технического багажа, да, хватит на то, чтобы устроить в принципе любому боксеру полутяжелого веса. И в том числе и из первой тройки, да, из самых вот этих топовых чемпионов. Настоящую такую трепку в ринге. По крайней мере, вот первые 6 раундов он не будет давать спуску просто никакого. Любому боксеру будет с ним тяжело. Но здесь у нас есть два фактора очень существенных. Возраст. Для полутяжелого веса 39 лет это довольно-таки, ну, серьезная цифра. Да, и тем более, что в таком возрасте у любого боксера старость может наступить прямо в ринге. И второй момент. Это весогонка. Но здесь чуть попроще. Если вспомнить то же интервью, которое он давал моему каналу, он сказал, что вот 83-84 это прям тот самый вес, когда в нем просыпается такой вот огонь, такая злость спортивная. И он, как говорит, у него прям все внутри звенит, горит, да, и он как бы хочет приложиться. Ну, в принципе, то есть в этом весе, мне кажется, на него весогонка не должна будет сильно влиять. Ну, и давайте вот спрогнозируем, как все пройдет в этом бою. Мой прогноз на этот поединок такой. В первых шести раундах до экватора поединка Сергей будет преподавать Фандуну настоящий урок бокса. Перебивая его, встречая, поджимая канатом, гоняя там по всему периметру ринга, вот в первых шести раундах у него будет получаться практически абсолютно все. Соперник никуда не будет лететь, не будет идти на Ковалева, он будет ждать. Будет ждать чего? Будет ждать той самой ситуации, когда, ну, которую мы наблюдали с вами вот в последних поединках Сергея, да, после шестого раунда начинает кончаться у Сергея бензин. Ну, то есть происходит такое вот проседание по функционалу. И Фандун будет ждать этого проседания. И седьмого раунда начнет потихоньку прибавлять, как прибавлял тот же Элейдер Альварес в первом их бою. Да, и он начнет прибавлять, начнет потихоньку вкладываться и ждать своей возможности. Если у Сергея просядет по функционалу, да, и не закончит все дела с Фандуном до Экватора, то его могут ждать серьезные неприятности в этом бою. Если он проведет вторую половину боя точно так же грамотно, как он провел ее в реванше с Элейдером Альваресом, то, на мой взгляд, он выиграет в этом бою. Потому что, опять же, китаец очень сильно уступает ему в классе, как боксер. Поэтому здесь два ключевых фактора, на мой взгляд. И все будет зависеть именно от Сергея, нежели от Фандуна. Первый фактор – это функционал. И второй фактор – это насколько восстановилась у Сергея Держалка за два с половиной года. Все это мы с вами узнаем уже непосредственно в ринге. Лично мое мнение, я в него верю. Я верю, что ему по силам победить, этого китайского боксера. Мой прогноз – победа Сергея Ковалева. Я не знаю, нокаутом либо по очкам, но я верю, что Ковалев победит. Как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. У меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели мой прогноз. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok